Приветствую вас! И знаете, для человека, который достаточно уверенно утверждает, что он не верит в любовь, Вы, на мой взгляд, весна настойчивая, я бы даже сказал подозрительная, просите совет. Хотя психологи советов не дают. То есть мы как бы не занимаемся тем, что даем совет. Мы в основном больше по части помощи человеку разобраться в себе. Вот. Это больше. Этим больше мы занимаемся. Вот. То есть как бы момент здесь такой больше. Первое. Второе. Если вы не верите в любовь, если мужчина знает, что вы не верите в любовь, то в таком случае он понимает, что вы с ним только из-за выгоды. Личной выгоды. Ну, это имеется в виду желание что-то для себя получить, то, наверное, он ничего для вас и не делает как раз. Именно поэтому. Именно потому, что он не чувствует, что вы его любите. И у него нет нужды это делать. Точнее ему не хочется этого делать. Поэтому здесь, мне кажется, при вашем подходе к отношениям, у вас довольно-таки такая, знаете, как бы сказать, односторонняя позиция. То есть это, как бы игра получается в одни ворота. Это несколько странно, если учесть, что отношения строятся на взаимодействии. Тут получается, что вы его не любите. Вот. Но ждете от него каких-то действий. При том, что вы не верите в любовь. Вот мне кажется, что не веря в любовь, вы пытаетесь эту самую любовь получить. Через эти самые действия. То есть, в какой-то степени вы, может быть, может быть, обманываете себя, обманываете себя в том, что в любовь не верите. В действительности, вероятно, вы просто не боитесь меня повязать, потому что боитесь боли. Может быть, симпатия к мужчине у вас уже есть. Может быть, даже есть какая-то влюбленность. Влюбленность, да? Вы это отрицаете. И не выражаете. Вот. Смотрите. В чем здесь основная проблема? Основная проблема в том, что, вступая в отношения на определенных, скажем так, условиях, да? Вступая в отношения на определенных условиях, мы платим за это, за вот эти отношения, такую же определенную цену. То есть, если мы вступаем в отношения не по любви, например, но по расчету, да? Или просто потому что, там, хотим что-то получить, например, да? Это, на самом деле, не столь важно. Вот. То мы, соответствующим образом, за это платим. Понимаете? Такая штука. У меня сложилось такое впечатление, что платить за тот тип отношений, которые вы выстраиваете, вы не очень-то сильно хотите. Понимаете? Какой здесь момент. И это, приток, рождает неопределенность. Неопределенность для вас, потому что вы, как бы не знаете, на что вам рассчитывают, потому что свой вопрос вы задаете весьма интересно. Как мне добиться от него действий? Чтобы добиться действий от человека, вам необходимо, чтобы он захотел эти действия делать. А чтобы он захотел эти действия делать, нужно, чтобы вы стали для него той, за кого он хочет эти действия совершать. Совершая совершать. Пока вы таковой для него не являетесь. Вне зависимости от того, хорошо это или плохо. Понимаете, в чем штук? То есть идея, идея здесь в принципе именно такая. Теперь давайте более подробно рассмотрим. Встречаясь с мужчиной три месяца, что называется общего. Понимаете, вот мужчина, которого вы описываете, да, он говорит, ну, знаете, как бы вам так сказать. Человек и человек говорит вещи, связанные в основном с гендерным взаимодействием между вами. То есть это именно вот общение чисто муж, как бы жена. Понимаете, получается? По факту получается так. По факту получается так. Что это общение муж и жена. Вот. То есть нет ощущения такого, нет такого ощущения именно. Что вас объединяет что-то еще. Понимаете, да? А вот в чем, ну, как бы, суть того, что я пытаюсь до вас донести. Что между вами общего-то? Общего-то. В основном приобрелю кудьба с половиной года. Вот, работаем на директорку директора крупной компании, я на госслужбе. Он признается мне в любви, что не с первого дня нашего знакомства. Поэтому я решил дать шанс нашим отношениям. Отлично. Ну вот. Вы решили дать шанс вашим отношениям. Отлично. А для чего? Чтобы что? Чтобы что? Ну вот конкретно. Конкретно вы, чтобы конкретно что? Потому что, ну, как бы, вы делаете... Я бы сказал, такое, знаете, достаточно рациональное действие здесь. Хотя дело касается вашей, в общем-то, личной жизни. Что не малый вал. На мой взгляд. Дальше. Какое значение от ловец имеет работа? То, что вы обработаете? Он признается в любви. Так. Поэтому я решил дать шанс. Времени уделяет мне мало. Подарок не дарит. Кажется, самое важное, что может случиться, это потерять на меня. Ну, смотрите. Суть в том, что мужчина действительно боится остаться, потому что вы для него то, что можно потерять. То есть это не какое-то духовное... да, не какая-то духовная связь. Да, именно, вот, вообще, если он хочет, чтобы вы были его. Плюс тут ревность, которая свидетельствует, как бы, о том, что человек, ну, не очень, не очень уверен в себе, мягко говоря. Да, потому что он ревнует. Вот. И сводит ваши цены до чего-то, до чего-то такого, что можно потерять. И связанное исключительно с тем, что общего между вами, повторюсь, особо и нет. Значит, бы не было такого, что человек боялся бы вас потерять. Ну, и думаю, что ваш выбор ревнивого мужчины тоже не является случайным. В том смысле, что вам хочется, чтобы вас ревновали, чтобы, может быть, боялись потерять, тогда, может быть, вы более уверены в том, что вас любят. Почему же мужчина уделяет так мало вам внимания? Человек изначально так себя поставил. У него нет мотивации уделять вам внимания больше. Может быть, и скорее всего, он считает, что уже вас воевал, потому что вы дали шанс отношения. Что он считает этой победой, что, в общем-то, верно, если учесть, что вы именно что дали шанс. То есть, докажи мне. А он это воспринял как победу. При том, что, как вы можете видеть далее, в общем-то, он не так ушёл далеко от истины и ушёл. То есть, вы действительно стали ему, там, первое писать, вы действительно стали ему, там, первое, может говорить, что вам нужно от него внимание и так далее. Если вы его не любите, а внимание вам от него нужно, то решаете вы, таким образом, какую-то свою проблему. Дальше. Так, говорю так, мы с ним не виделись месяц, говори, дай мне на работу, но он даже не звонит и не пишет, просто молчание. Ну, это, опять же, похоже на манипуляцию. Сказал ему, что если будет так продолжаться, мир останется, так я даже не чувствую, что у меня есть мужчина. Ну, вам, может быть, покажется несколько странным то, что я скажу сейчас. Но, на мой взгляд, вот эта вот тенденция к, знаете, к такому собственническому восприятию мужчины, да, именно к собственническому восприятию мужчины, но, мне кажется, у вас достаточно взаимно, и в этом вы достаточно друг на друга похожи. Вот, только вас как бы это устраивает, вот, ваше отношение. Вот, вы считаете, что нормально требовать от человека каких-то действий, да, если вы не любите его? Представьте доказать. Нормально не принимать человека таким, как он есть, а требовать от него изменений. Вот, а когда он ведёт себя, относясь к вам, к вам, как, к собственнику, ну, как собственник, кому-то не нравится. Понимаете? То есть, ценность есть, да, ценность, вот, то, что вы выделяете, есть. А ответственности за это нет. Нет, эм, такой, эм, готовности, эм, готовности, эм, расплачиваться за это. Нет, готовности, эм, платить ту цену, которую нужно, ну, как, как, как бы, как бы, вот, эм, за то, что вы следуете вот этой позиции, например, например, например. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Это, на мой взгляд, достаточно важный момент. Понят, видишь, чтобы я так больше не говорил ужасные вещи, то он не воспринимает нас всерьёз, как почему. До того, что в это время я уже начинал со мной писать о том, что я нуждаюсь в своём внимании, что мне нужно действовать с его стороны. А из чего проистекает вот эта вот нуждаемость в его внимании и в действии? Скажите, пожалуйста, Мария. А почему вы выбрали именно такого мужчину, именно с ним? Я думаю, у меня это всего лишь гиппотезы, но я так думаю, что дело здесь с ним, что с ним вы почувствовали себя защищённо. Вы почувствовали, что мужчина может вас защитить. И поэтому вам захотелось с ним быть. И когда он не даёт вам внимания, когда он не проявляет к вам внимания своего, вам, в общем-то, начинает казаться, что вы брошены. Что вы под угрозой и так далее. Если это так, то чувство это родом из детства и работать вам нужно с ним в первую очередь. Потому что это чувство в данный момент мешает вам максимально раскрываться в отношениях. Вот. Понимаете, что я имею ввиду. Дальше. Эм, так, эм, так, 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 так. Он отметил, что мы увидимся, ответил, что мы увидимся в среду или в четверг и поговорим. Я не знаю, это классическая старая манипуляция. Уже наступает ночь. Пятница. Я от него нет вести, наверное. Он отпускает меня, говорит, как меня категорически не хочет. Он сказал своим коллегам обо мне. Он все знают, что он любил меня почти три года и любит. Это похоже на, опять же, манипуляция и некое такое социальное давление. Чтобы вы более тем социальным давлением согласились остаться его женой. Я его не люблю, наверное, так, но симпатизирую. Я не верю в любовь. А поверьте хотите и почему не верите в любовь? Хочется действовать с его стороны. Зачем? Зачем? Он не воспринимает мои слова всерьез. Да, он в целом не воспринимает всерьез. Потому что невероятно вы, опять же, не отвечаете за свои действия. И не принимаете решения самостоятельно. Как добиться действий с его стороны? Ответил. Понимание. У всех людей есть, скажем так, свой, знаете, такой, как бы сказать, кредит. Понимание, да? То есть, что-то человек может понять, что-то нет. А если вы хотите, чтобы он всё на вас понял, ну, нужно делать что-то, что для него понятно. А может я делаю и говорю что-то не так? Ну, это, например, что именно понимать под не так. Что вы имеете в виду под не так? Если под не так, иметь в виду, что вы его не любите. И он вас, вероятно, точно, потому что воспринимает как собственник и воспринимает вас как своё достижение, судя по всему. Плюс ревнив и негативно реагирует на лайк. Ну, не знаю. Я объяснила, что в моём понимании значит встречаться. Он говорит, хочу жениться на тебе. Сказала родителям, что женится. Я не готов к такому. Он знает. Вы понимаете, да? Он знает. Он знает. То есть, как будто вы пытаетесь, не знаю, подтверждение от него получить, что он знает что-то. А вам самой своего чувства недостаточно. Дальше. К тому же, он очень ревнивый. Ревнивает каждому лайку, собственно, каждому заду на улице. Что это ставить точку в отношениях? Это вам решать. Что это спасать эти отношения? А что значит спасать и отношения? Или очень нужен ваш совет. Ну, Марис, я про совет вам уже сказал. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.